В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. 120 тонн тепла в областную столицу доставили новое оборудование для Самара-Арена. Местная жемчужина. Как преобразится Прибрежный и еще пять поселков Красноглинского района? За честные выборы делегация из Самары доложила Центр-избиркому о ходе избирательной кампании. Финишная прямая. Самара более чем на 90% готова к зиме. Символ любви и гармонии. В Самаре открыли семейную аллею. Самару доставили немецкое оборудование для реконструкции котельной, которая будет снабжать теплом стадион Самара-Арена. Это два современных котла общим весом 120 тонн. Они заменят устаревшие, которым больше 30 лет. В порту за разгрузкой нового оборудования наблюдала Валерия Макарова. На огромной барже приплыли эти котлы в Самару. Современные и мощные. Они будут снабжать теплом стадион Самара-Арена, Гагарин-центр, другие объекты инфраструктуры и поселок Жигулевские сады. Котлы сейчас будут разгружаться и доставлены будут непосредственно на реконструируемую котельную. Все работы по реконструкции самой котельной и обвязки с сетями, которые будут подходить к стадиону, на сегодняшний момент практически выполнены. Тысячи километров преодолели эти котлы, чтобы попасть из Германии в Самару. Плыли по Балтийскому морю, по Москве реке и по Волге. Каждый из котлов, а их всего два, весит 60 тонн. Благодаря ним мощность котельной, которая будет снабжать теплом стадион Самара-Арена, увеличится в три раза. Можно ставить своего рода уникальные конструкции, потому что они с двумя жаровыми трубами. Одним из самых больших достоинств является большой диапазон работы в мощностях. Уже на станции котлы смонтируют через 2-3 недели. Теоретически тогда же станция будет готова к первым пусковым испытаниям. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Во всех шести поселках, расположенных в Красноглинском районе Самары, появились свои перспективы развития. Об этом на встрече с жителями Прибрежного рассказал мэр Олег Фурсов. Один из самых отдаленных поселков долгое время оставался без внимания, но через несколько лет он преобразится и превратится в одной из жемчужин района. Подробнее расскажет Марьяна Мирная. Удаленный от центра города поселок Прибрежный долгие годы оставался не у дел. Жители жаловались с советских времен. Здесь не ремонтировали дороги, поликлиники, не строили спортивные объекты. Прибрежный приходил в упадок. В последние два года ситуация начала меняться. Спасибо большое, что вы приехали к нам, а мы сейчас можем озвучить те вопросы, которые у нас стоят в поселке. Потому что знаю, что с вашим вмешательством и помощью она может решиться. Парусная 10, поликлиника. При дожде и так там невозможно ходить. Сейчас лестничные марши, конечно, залили. А будет, нет ли отремонтирована вот эта дорога? Впервые у Красноглинского района появится перспективный план развития. Он долгосрочный и включает в себя многие социально важные аспекты. Немало внимания в нем уделено и поселку Прибрежный. Здесь планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, решение медицинских вопросов. В поселке приведут в порядок стационар, а также строительство дорог и благоустройство скверов. Связано это с тем, что в Самаре в полную силу заработала проведенная реформа местного самоуправления. Район получил свой собственный бюджет и может распоряжаться средствами по своему усмотрению. В этом году у вас дорога в Прибрежный появилась хорошая, действительно замечательная дорога. В Красноглинке идет реконструкция Красноглинского шоссе. И в 2018 году оно будет полностью завершено. То есть в 2017 году там будет выполнено очень серьезные виды работ. В 2018 году полностью завершено. У жителей Прибрежного накопилось немало вопросов. Это и восстановление общественной бани, которую обещали открыть в ближайшее время, и скорая медицинская помощь, и закрытие незаконной питейной, которая мешает людям спать. Речь идет, работайте до 10 хотя бы. Нет, мы работаем до последнего клиента. Это до 6, до 7 часов утра. Нам жить невозможно. И у нас просьба, пожалуйста, приехать и посмотреть на это место, где, что находится, в каком аду мы живем. Вы знаете, как можно наказывать. Можно и СС привлечь, и МЧС. С точки зрения пожарной безопасности, штрафами понудить человек прислушиваться к мнению жителей. Если они работают всю ночь, они нарушают однозначно региональный закон. За это предусмотрено серьезное ответствие. В конце встречи с жителями Прибрежного главу Самары наградили грамотой и выразили благодарность за помощь во всех текущих делах поселка. Благодарность и искреннюю признательность в развитии поселка Прибрежный и всего Красноглинского района. Вы, жители поселка Прибрежный, получили добрую известность не за силу, а за доверие. Не за власть, а за человечность. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Жилые дома Самары на 94% готовы к зиме. Эти данные озвучили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Готовность тепловых сетей и котельных также превышает 90%. Все объекты проверит специальная комиссия. Она начнет работу уже 15 сентября. По поручению главы города, если в ближайшие дни погода не улучшится и не станет теплее, в социальных учреждениях города начнут давать отопление. К 20-му заявки именно от больниц, от объектов здравоохранения, от там, где круглосуточное пребывание в домах ребенка, в домах инвалидов, в интернатах, чтобы эти заявки были поданы. И если вот такая погода будет, мы начнем потихонечку включать больницы и дома ребенка, как я сказал. Командование и личный состав 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской краснознаменной дивизии выразило благодарность самарскому губернатору Николаю Меркушкину за помощь в ремонте авиационного тренажера стратегического ракетоносца Ту-160. Уникальный тренажер, расположенный на аэродроме «Энгельс», позволяет авиаторам оттачивать летное мастерство. Отремонтировать важный объект удалось благодаря шефской помощи правительства Самарской области, оказанной по инициативе главы региона. Напомним, совсем недавно в рамках военно-шефской работы делегация самарцев посетила аэродром «Энгельс». Авиация из Самара – понятия неразделимые за трудовой подвиг куйбышевцев во время Великой Отечественной войны городу присвоили звание «Город трудовой и боевой славы». В эти дни предприятия Самары получают почетные знаки. На торжественной церемонии передачи ленты побывала Марина Матвейшина. Историческое событие. Предприятиям, которые внесли вклад в победу над фашистами в Великой Отечественной войне, торжественно вручают наградные ленты «Самара – город боевой и трудовой славы». Это почетное звание город получил в свой 430-й день рождения в эти выходные. Наградные ленты крепят на знамена предприятий, чтобы вдохновлять сотрудников на новые подвиги. Это большая честь для нас, но мы должны всегда помнить, что это прежде всего заслуга предыдущих поколений, тех, кто еще в годы Великой Отечественной войны в тылу ковал и на фронтах ковал эту победу. Для нас это большой аванс. Легендарные штурмовики Ил-2 – первые ракеты в космосе. Достижение самарцев – это лучшее доказательство, что город заслужил высокое звание города боевой и трудовой славы, отмечает губернатор Николай Меркушкин. И добавляет – звание не только почетное, но и обязывает. Конечно, и сегодня мы делаем все для того, чтобы Самара стала в строй тех городов, тех центров, которые задают тон во всем. И я уверен, мы сможем сделать. Почему? Потому что в том числе это звание, присвоенное Самаре, заставляет сегодняшнее поколение, обязывает, может быть, сегодняшнее поколение, молодых людей равняться на то, что делали наши отцы, деды, равняться на те подвиги, равняться на то, как они трудились. После торжественной церемонии концерт народного артиста Льва Лещенко. Зрители стоя подпевают, а некоторые не могут сдержать слез. Знамя Самарской области и наградная лента «Город трудовой и боевой славы» теперь будут и в Самарском государственном медицинском университете. Сотрудники и выпускники вуза в свое время внесли огромный вклад в победу и развитие региона в послевоенные годы. Сейчас университет вновь активно развивается. При поддержке областного правительства создали и открыли Центр прорывных медицинских технологий. Увеличивается количество бюджетных мест в вузе. В этом году на бюджет приняли 10 тысяч первокурсников. Выпускники медуниверситета востребованы во всем Поволжей и работают по всей стране. Молодые врачи Самары будут работать и в самых современных медицинских учреждениях. Недавно открылся новейший перинатальный центр. В перспективе открытие кардиоцентра, который станет одним из лучших не только в России, но и в Европе. Перспективы развития вуза и медицинского образования педагоги и студенты обсудили на встрече с губернатором. Мы должны сделать все, чтобы и качество подготовки, и все было на самом высоком уровне. Конечно, мы должны прежде всего обеспечить услугами очень профессиональными, высокотехнологичными наших людей, людей из Самарской области. Но мы ориентируем и университет медицинский, и другие вузы, чтобы мы становились межрегиональными, мы становились международными центрами. Самарские общественники отстояли честь региона в Москве. Итоги визита в столицу они подвели на встречи с губернатором. Делегация во главе с региональным абуцменом Ольгой Гольцовой встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии Элой Памфиловой, уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и советником президента по правам человека Михаилом Федотовым. Обсуждали неоднозначный проект доклада мониторинговой группы СПЧ, в котором некорректно была отображена предвыборная ситуация в области. Самарские правозащитники привели неоспоримые аргументы того, что это не просто предвзятые отношения. Оценка, прозвучавшая о докладе, похожа на политический заказ. Председатель ЦИК и федеральные правозащитники с этим согласились в день выборов. На всех участках будут работать видеокамеры. Чтобы не допустить нарушений, Элла Памфилова предложила создать общественный штаб видеонаблюдения, в который включить экспертов-представителей политических партий и общественных организаций. У нас открытые горячие линии. Абсолютно совершенно размещены все материалы на всех сайтах. Это неправильно. Когда под флагом Совета по правам человека факты, которые единичные какие-то могут быть на территории, не только самые еще спорные, непроверенные, представлялись бы на таком высоком уровне и создавалось бы мнение о регионе, о участниках выборного процесса. Уполномоченная по правам человека, Татьяна Николаевна, конечно, она совершенно четко имела свою позицию, которая не совпадает абсолютно разумную позицию. Очень разумную. Очень разумную, взвешенную и позитивную в нашу сторону. То, что на основе каких-то разрозненных даже не фактов, а впечатлений пытались представить в негативе Самарской области, она задавала такие вопросы, ну как юрист, в общем, человек с огромным опытом, которые просто в ноль превратили все вот эти заявления, которые там были сделаны. Мы понимаем, что в области ситуация не вот, что там мы проигрываем, еще что-то нормальное, здоровая обстановка, и мы хотели, что эта нормальная, здоровая обстановка, она проявилась в ходе выборов. Воле изъявлений. Воле изъявлений, да. И оно, если пойдет в нормальном режиме, без вот этих вещей, которые надуманы, и мы заинтересованы, чтобы это было и в Каиме зарегистрировано, и на видеонаблюдении везде абсолютно. Общественный штаб, о котором шла речь на встрече, возьмет под контроль выборы в регионе. Сейчас более полусотни самарских активистов проходят обучение, чтобы стать наблюдателями в единый день голосования. Следить за ходом кампании они будут у мониторов. Как в Самаре работают над тем, чтобы обеспечить честные выборы, узнала Алина Чемерес. 18 сентября здесь, в этом кабинете, будет работать мониторинговая группа. Ее задача в режиме онлайн следить за тем, что происходит в пунктах голосования. У каждого будет свой компьютер с большим экраном, куда выведут картинку с избирательных участков. Единовременно в этом кабинете будут находиться 20 человек. Состав группы будет меняться каждые 3-4 часа. Общественный штаб, который будет контролировать ход выборов, в Самаре создан впервые. Чтобы войти в число тех, кто сможет в режиме онлайн следить за ситуацией на участках всего региона, активисты проходят обучение. Работать нужно будет слаженно и быстро. Зафиксировать нарушения, проанализировать, если нужно, выехать на участок и проверить обстановку лично. Если к нам будет поступать информация о нарушениях на том или ином избирательном участке, мы обращаемся к серверу. Для этого необходимо указать примерный временной промежуток, номер избирательного участка, на котором имел место факт нарушения. И по прямой ссылке можно будет ознакомиться уже непосредственно с видеозаписью данного фрагмента и произвести оценку той правой ситуации, которая имела место быть. Следить за ходом голосования смогут и жители. Для этого Комитет за честные выборы разработал сайт. Адрес вы видите на экранах. Он будет доступен для всех, кто захочет посмотреть, что происходит. Там будет огромное количество информации загружаться. Но, с другой стороны, хостинг у нас будет, и мы сумеем использовать этот ресурс для того, чтобы наши избиратели видели, что мы делаем, что делают избирательные комиссии, как идет процесс голосования, как подводятся итоги. В день голосования в регионе откроются более полутора тысяч избирательных участков. Большую часть из них уже оснастили видеокамерами. Там, где нет возможности организовать онлайн-наблюдение, камеры будут работать только в режиме записи. Все видеоматериалы будут храниться в течение года. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. В Самаре необходимо предусмотреть механизм отсева поступающих в избирком жалоб. Об этом заявили представители Ассоциации по защите избирательных прав, гражданский контроль, которые посетили Самарскую область с рабочей поездкой. Всего в избирательную комиссию поступило больше ста жалоб. При этом 20 обращений подал один и тот же человек. К любого рода жалобам, обращениям требуется подходить всесторонне, без эмоций, все четко анализироваться, представлять факты и только после этого делать выводы. Поэтому я знаю статистику, что из примерно 150 жалоб, которые подавались на разные уровни и в избирательную комиссию в Самарской области и в Центральной избирательной комиссии находят свое подтверждение в той или иной форме не более третий жалоб. Такая форма работы, забрасывания жалобами и обращениями избирательной комиссии правоохранителей, это есть элемент выборной кампании, это элементы черного пиара. Принять участие в выборах 18 сентября стратегически важно для каждого жителя губернии. Так считают в областном совете ветеранов. Организация объединяет больше 700 тысяч человек. Все они намерены единой командой прийти на избирательные участки. По мнению руководства организации, участие в выборах показатель общественной культуры и того, насколько жители региона готовы проявить гражданскую ответственность за судьбу страны. Такого же мнения придерживается и медицинское сообщество региона. Чем больше население примет участие в голосовании, тем эффективнее будет сформирована законодательная власть, тем больше будет ответственности этой власти перед населением. Я уверен, что ветераны Самарской области, а я возглавляю организацию 740 тысяч человек, 100% придут на выборы. Я считаю, что человек с гражданской позиции может, постучал соседу, ты голосовал, нет, пойдем проголосуем. Это для государства праздник, это для народа праздник. И мне бы хотелось видеть и на сегодняшний день, особенно в Самарской области, чтобы вот именно превратили мы это в день, праздник губернии. Мне хочется вас попросить прийти на выборы. Голосовать вы можете за кого хотите. Это ваше право, кто вам нравится. Но прийти на выборы надо только потому, что надо обеспечить явку. Сегодня много партий, много по одномандатным округам, и поэтому будут следить. Что-то устроить очень сложно сегодня становится. В Самаре во второй раз пройдет конкурс «Выборы селфи». Сейчас в городских вузах и СУЗах организаторы проводят промо-акции и в интерактивной форме рассказывают об условиях участия. Как студенту получить приз за фотографию на избирательном участке узнавал Андрей Горгуленко. Путешествие и игровая приставка за фото. Получить ценные призы за селфи на избирательном участке сможет любой студент. Для этого нужно выложить фото в социальной сети Instagram с хэштегами «Выборы селфи» и «63». Организаторы уверяют, конкурс пойдет только на пользу. Цель, она абсолютно ясная, прописанная в положении – это повышение электоральной активности у молодежи города Самары и Самарской области в целом. Но конкурс – лишь приятное поощрение для молодых с активной гражданской позиции. Главное – прийти на выборы и проголосовать. Я считаю, что выборы – это наш гражданский долг. И именно 18-го числа мы сможем определить нашу судьбу, наш вектор развития. Фотография может быть любой. Главное – не с бюллетенем. Тайна личного выбора не должна быть нарушена. Тогда проблем с участием в конкурсе не будет. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. В Самарском театре оперы и балета будет создан музей, в котором будут собраны фотографии разных лет, нотный архив, костюмы ведущих, исполнителей и прочие атрибуты работы театра, начиная с 1931 года. Социальный проект театра поддержали нефтянники. Он стал победителем конкурса в номинации «Духовность и культура». Примечательно, что сама церемония подведения итогов конкурса тоже прошла в зрительном зале театра. В ней приняли участие полномочные представители президента России в ПФО Михаил Бабич и губернатор Николай Меркушкин. Гранты на реализацию проектов получат также Клявлинский краеведческий музей в номинации «Экология». Школа 94 в Тольятти в номинации «Энергия на благо человека». Всего обладателями грантов стали 64 победителя на общую сумму 14 миллионов рублей. Появляются физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады, социальные учреждения. Проводится бесчисленное количество, огромное количество различных конкурсов, которые служат тому, чтобы поддержать инициативу людей. Но я хочу, конечно, поблагодарить губернатора Самарской области Николай Меркушкина, который создает вместе с правительством области необходимые условия, которые позволяют компании комфортно работать в регионе. У нас почти 500 номинантов, которые подали заявки. Это уже много, и с каждым годом все их больше и больше. И это тоже работает на не только сохранение культурного наследия, но мы воспитаем молодых людей, детей, достойных своей великой родины. Всем семьям, в пример, в Самаре открылась семейная аллея. В нее закладывают плиты с отпечатками ладошек самых образцовых семей города. Секрет и счастье узнала Марина Матвейшина. Свой след в истории дружная семья Зубревых оставила на семейной аллее. Мама, папа и семеро ребят. Когда мы все вместе, это здорово. То есть нам не надо ехать куда-то в гости, кого-то там приглашать. Нам и так нормально. В жизни все бывает. И печальные моменты, и радостные. Но если сильно любишь друг друга, все это с любовью переносится прекрасно в жизни. Напротив дворца бракосочетаний сегодня торжественно открылась семейная аллея. Вернее, ее начало. Три самарские семьи победители конкурса «Семья-2016» увековечили свои имена в плитах. Молодая семья Лазарь, многодетная семья Зубревых и бриллиантовая семья Кашкаровых. Супруги прожили вместе более 65 лет. Именно такие примеры должны же вдохновлять нас. Ну, значит, если они смогли, мы тоже можем. Ну, давайте потерпим. Ну, давайте к любимому человеку просим его какие-то слабости. Пройдет год-два, дети вырастут, да, и придут, и будут прикладывать свою уже большую руку к своему маленькому отпечатку и гордиться тем, что их родители смогли сделать для них такое большое дело. Любая семья сможет оказаться в этой аллее. Главное – быть любящими, творческими и активными людьми. Марина Матвеевшина, Василий Калдашов. События. О тебе, моя Самара. Под таким названием в 42-й школе прошел открытый урок с председателем Самарской городской думы Галиной Андреяновой. Школьники получили возможность задать все волнующие их вопросы. Среди участников встречи был и Андрей Горгуленко. В актовом зале школы номер 42 нет свободных мест. Одиннадцатиклассники пришли на встречу с председателем городской думы. Для них такие открытые уроки – отличная возможность быть услышанными и заявить о своих вопросах и проблемах. Мы видимся с теми людьми, которые помогают решить наши проблемы, с теми людьми, кто делает наш город лучше. Мы видим в какой-то степени кумира, мы видим людей, которым стоит подражать, людей, у которых стоит учиться. Открытый урок в рамках программы «О тебе, моя Самара» в 42-й школе проходит не в первый раз. Участники встречи затрагивают проблемы благоустройства города, вопросы экологии, жилищно-коммунальной сферы и вопросы, касающиеся обучения в школе. Мы сегодня будем говорить о том, как город развивается, о том, как он преображается, и о тех планах, которые касаются конкретно железнодорожного района. Общение, оно всегда приятное, оно всегда полезное, вопросов очень много, и я думаю, что вместе, совместными усилиями, мы все-таки город Самару сделаем очень приятным, красивым и комфортным городом. Самые активные ребята школы входят в состав молодежного парламента железнодорожного района, участвуют в заседаниях городской думы и выступают в качестве организаторов самых разнообразных акций и программ. И теперь у них появилась возможность на благо нашего железнодорожного района реализовать свои программы. И они получат эту поддержку. То есть ребята верят в свои силы, и они верят в то, что наше государство может быть действительно лучшим и процветающим. Встреча со спикером городского парламента прошла в дружеской атмосфере. Одиннадцатиклассники получили ответы на все свои многочисленные вопросы. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин